Встречаем участников. В синий угол ринга, боец из Краснодара, Азамат Башкаев. Итак, представили нам следующую пару бойцов. Это у нас круизер-вейд. Очень яркая весовая категория. Азамат Башкаев, ему 30 лет. Его рост 188 сантиметров. Родился он в Анапе. О, простите, родился в Ставрополе, но представляет Анапу. Дебютировал в июне этого года. К сожалению, для себя раздельным решением судей проиграл Игорю Ионову, у которого это также был дебют. И сейчас ему нужно закрывать свое поражение. В красный угол ринга, боец из ТОПСЭ, Александр Караказян. Итак, соперник Азамата Башкаева Александр Караказян, ему 31 год, родился и представляет город ТОПСЭ. Его рост 175 сантиметров. Его профессиональный рекорд, также один бой, но свой бой Александр выиграл. Тогда дебютировал он против Артавадзе Араяна и единогласным решением судей одержал победу. Ну и выходит Александр Поттер. Очень известное произведение рэпера Эминем. Это Лузьо Сэм. Синий угол ринга, боксеру 30 лет, рост 188 сантиметров, вес 185 килограммов ровно. На профессиональном ринге провел один бой и потерпел в нем поражение. Кандидат мастера спорта из Краснодара Азамат Башкаев. Красный мудрый ринга, боксеру 31 год, рост 175 сантиметров, вес 90 килограммов 550 граммов. Провел на профессиональном ринге один бой, одержал в нем победу. Мастер спорта международного класса и СОПСЭ Александр Караказян. Реферий ринге Андрей Соловьев. Слушаем мои команды и право нарушаем. Удачи, по углам. Итак, первый раунд. Начинается у нас этот поединок. Напомню, Крузер Вейт, Александр Караказян. Перчатки красного цвета и черные шорты против Азамата Башкаева. Перчатки черного цвета и зеленые шорты. Активнее начинает Караказян. Сразу идет вперед с ударами. Здесь парни уже потяжелее. Нанести нокаутирующий удар в этой весовой категории проще. Ощутимо ниже Караказян. Благодаря этому. Так скажем, пошире он, ниже у него центр тяжести. Более устойчивый боксер. Пока что активнее работает Караказян. Башкаев пока что пристреливается. Затейпирована левая рука у Караказяна. Возможно, была какая-то травма. Тейпы вокруг локтя. В основном джебами пока что перестреливаются бойцы. Ищут дистанцию. Не, ну это тяжелые ребята. И здесь, как говорится, один удар может стоить целой обед. Да, здесь нельзя форсировать события. Потому что иначе бой может кончиться очень быстро. Вообще, Крузер Уэйд в России, если немножко отвлечься от происходящего в ринге, здесь ничего особенного пока не происходит. Крузер Уэйд в России практически в фаворе. У нас очень много хороших боксеров. Крузер Уэйд и Мурат Гассев, да, и Денис Лебедев. Который, кстати, возвращается 7 сентября в Челябинске. И вполне возможно, что на телеканале Бокс ТВ мы посмотрим. А у нас тем временем очень все весело. Пока я рассказывал про хороших Крузер Уэйдов. В нокдауне оказался... Один из них. Один из боксеров. Азамат Башкаев. Да, Азамат Башкаев оказался на канвасе. Сегодня досрочных исходов поединков мы еще не видели, но не вечер. Кто знает, кто знает. Возможно, Владимир Караказян сейчас включит инстинкт убийцы и сможет дожать соперника. Благо, что время у него еще есть. Да, целых 40 секунд у Караказяна. Это довольно много. Нужно продолжать ему давить, потому что очень хорошо Александр поджал своего соперника. Собственно, что и делает Караказян сейчас. Башкаев остается только клинчевать и иногда отмахиваться боковыми навстречу. Хорошо попадает Караказян справа через руку. И еще раз туда же. Молодец. Очень зрячий бьет Александр. И проблему Азамата проблемы. Первый раунд он проиграл. Причем проиграл со счетом 10-8. Если сейчас ничего не случится. Полетел реваншироваться Азамат. Прошел у него один апперкот. Но на этом все закончилось. Ждем второй раунд. Продолжение следует. Продолжение следует. Итак, второй раунд. Первый тяжелый вес весовой категории до 90 килограммов 700 граммов. Владимир, простите, Азамат Башкаев и Александр Караказян в ринге. Азамат Башкаев в зеленых трусах. Выше ростом. Побывал он в конце первого раунда в нокдауне. Да, посмотрим, насколько хорошо восстановился Азамат. Потому что, я думаю, Караказян свою манеру работы менять не станет. Ну, у него получается все. У него очень хорошо проходит правое через руку, кстати говоря, проходили в первом раунде. Вот после этих пропущенных ударов стал повыше Азамат держать руки. Вопрос надолго ли? По идее, он выше ростом, у него длиннее руки, ему бы на дистанции работать. Но не может он сдерживать того же Караказяна и Владимир Александр. Да что ж такое-то? А, Владимир Полозян и Александр Караказян. Вот в чем подвох, где крылся. Точно. Поэтому я оговорился. Не может он сдержать джебом на дистанции Караказяна. И Александр очень успешно прорывается на удобную дистанцию для себя. Да, и там ему комфортно работать. Он наносит удар за ударом очень часто точно. Караказяна второй бой. Собственно говоря, как и у его соперника. Ну, не знаю, на мой взгляд, пока что Караказян смотрится поинтереснее. Но есть еще время у Азамата Башкаева, чтобы провести работу над ошибками. Хорошая двойка, да, от Караказяна. Быстрая. Точно в цель, да. Не ожидал, мне кажется, не ожидал Азамат. Не ожидал. И вот смотри, коллега, начал он опять ниже опускать руки. И Караказян может его наказать за это. Да, наказывает уже двойкой. По-моему, разбит нос. У меня такое ощущение у Азамата. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, это так тень легла просто. Нет, разбит нос, видно кровь. Разбит нос и, кстати, намечается сечка. Точнее, есть уже небольшая сечка под правым глазом у Азамата Башкаева, если внимательно присмотреться. Ну, очень-очень много уже ударов попал Караказян. Так, для двух раундов. Мне кажется, Александру стоит еще по этажам поработать. Бить не только в голову, но и по корпусу. Потому что соперник выше, корпус у него открыт. И, в принципе, там есть бреши в обороне, так скажем, у Азамата Башкаева. Да, ну вот, видимо, услышал нас сейчас Караказян. Попробовал провести боковой по корпусу. Сейчас так проверил печень за Азамату Башкаеву. Чуть подустали, видимо, боксеры в этом раунде. Очень много активных действий мы видели. Взяли небольшую паузу на джеба и клинч. Ну, вот сейчас под конец раунда начал делать то, о чем мы говорили. Азамат Башкаев начал пользоваться своими длинными руками. Выбрасывать больше джебов. Но ему нужно. Ему нужно держать соперника на джебе. Это вне всякого сомнения. И снова очаровательный ринг-гелс. Привет Александру Гидаличу Беленькому, любителю женской красоты. Надеемся, что со здоровьем у него все уже хорошо. Наиболее яркие моменты закончившегося раунда вашему вниманию, дорогие друзья. Секунданты. Третий раунд. Так, продолжается у нас поединок. Раунд под номером три. Александр Караказян вновь пытается на ближнюю дистанцию прорваться. Пытается, пытается оверхендер с заразом доносить до цели Караказян. Вот услышал он у нас с коллегой. Сейчас начал раздавать серии по разным этажам. Но была корректировка, видимо, проведена между раундами. И там, и там, в углу того и другого боксера. Пошел на обострение. Смотрите, Караказян. Джеб и Капа выпадает. Причем у Азамата Башкаева. Александр Караказян очень хорошо чувствует себя в инсайде. Но среднее и ближнее – это его хлеб, собственно говоря. Возможно, в какой-то мере, кстати, благодаря разнице в росте. Потому что ему проще так чуть-чуть наклонить голову, подойти поближе и поработать хуком. И опять мы видим, пропали джебы у Азамата Башкаева. И спокойно подходит на удобную дистанцию для себя Александр Караказян. Да, нужно Азамату сдерживать своего соперника. По-другому ему этот бой не выиграть. Не будем забывать, да, что в первом раунде оказался Азамат Башкаев иногда. Да, то есть априори у него уже... Ой, хорошо, как сейчас попадает Караказян. Слева так, хлестко, боковым. Там аж дернулась голова у Азамата. Ну, Башкаев пока что держит. Даже не повело его от этого удара. Ой, опять снова навстречу справа уже Караказян. Хорошо встречает Александр, да. Да, ловит, ловит Азамата Башкаева. Ну, вот размен ударами. Не знаю, кому... Выгоден ли он Азамату Башкаеву. Мне кажется, Караказян себя в рубке достаточно комфортно чувствует. И как раз таки он не прочь позарубаться. Почему нет? Он такой агрессор, это видно. Опять, вот опять попадает справа навстречу. Караказян Башкаев держит, но тоннаж пропущенных ударов накапливается. Накапливается. Да, очень много донес ударов до цели Караказян. В том числе в этом раунде. Заканчивается третий раунд. И снова попадание под гонку от Александра Караказяна. Ждем четверки боевой отрезок. Береги подгоди передний и правой туда. Сваивай удары. Береги. Правой туда. Как не удары. Как не удары. Четвертый финал за раунд. Заканчивается третий раунд. Финальный боевой отрезок. Друзья, у нас в поединке боксеров первого тяжелого веса весовой категории до 90 килограммов 700 граммов. Александр Караказян против Азамата Башкаева. В зеленых трусах Азамат Башкаев, в черных Караказян. У Башкаева на счету один бой по профи. К сожалению, для себя он его проиграл. У Караказяна тоже один бой, но, к счастью, для себя он его выиграл. В первом раунде побывал иногда у меня Азамат Башкаев. Не будем это забывать. Но с тех пор, кстати, выровнялся поединок. Он восстановился. Да, нет, но все-таки я бы не сказал, чтобы прям кардинально выровнялся. Поединок такой. Интересно. Караказян выглядит активнее. Выглядит активнее и бьет жестче, на мой взгляд. Вот посмотрите, хорошо, хорошо, как сейчас попадает. Караказян двоечка и на всякий случай сам прилип к сопернику. Судя по всему, решил в этом раунде стать агрессором Азамат Башкаев. Ну, ему надо рисковать. Он побывал в нокдауне в первом раунде. Соответственно, он проиграл первый раунд в 8-10. Кому-кому, а рисковать надо, пожалуй, Азамату. Он это понимает прекрасно. Александр Караказян в комфортном положении. Сейчас хорошо попадает Караказян. Снова потряс он Башкаева своим ударом. Решил так немножко поспойлерить Караказян. Попал и тут же прилипает к сопернику. Выпала капа, по-моему, у Азамата Башкаева. Да, снова выпала капа. Рефери тоже это заметил. Причем, по-моему, именно от удара. К сопернике. А вот сейчас хороший шот Башкаева. Да, жестко встретил Караказяна. Показал Азамат характер. Неплохой эпизод для него сейчас был. Но одного эпизода мало. Одного эпизода мало. Ну, и видно, что подустал уже Караказян. Практически в каждый удар он вкладывался. Да, и держал высокий темп целых 3 раунда. Практически без остановки. Все время работать силовыми, ну... Да, это тяжело. Это тяжело. К тому же не стоит забывать, что это все-таки четырехраундовый поединок. Здесь не так просто грамотно распределить силы, потому что раундов всего 4. Бойцам кажется, что они могут выкладываться на 100% в каждом. И поэтому к концовке, возможно, немножечко подводит функциональная подготовка. Справа в корпус прошел удар у Башкаева. Ну, Караказян уже откровенно клинчует. Да, он, я думаю, понимает для себя, что работу в этом поединке свою он уже выполнил. Осталось только додержать. Ну вот сейчас, да, бросается вперед. Караказяна хорошо. Опа! Повело, повело Азамата, но не хватило времени Караказяну. Мог бы быть... Ой, ну какие ножки у Башкаева. Легкие. Спагетти, спагетти лекс практически. Да, под конец очень сильно пропустил Башкаев. Да, повезло Азамату в том плане, что пропустил он именно подгон, а не пораньше. До сих пор вот не может он восстановиться, показывают нам его. Ну, лично мне ясно, кто выиграл, но свое мнение я пока подержу при себе. Да, возможно, ждут нас какие-то сюрпризы. Ну, вот не хотелось бы. Ждем решения судей. Вот это однозначно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, дамы и господа, в этом бою победу единогласным решением судей одержал... Караказян Александр, совершенно верно, абсолютно я согласен с решением судей, Александр действительно был лучше. Наши поздравления победителю, его тренеру Андрею Лепихину, кстати говоря, который был в углу, сегодня был. И уважение его сопернику Азамату Башкаеву и ждем следующий бой программы, друзья. Нас ожидает поединок четырехраундовый, поединок шестираундовый и десять раундов. И много кто приехал поболеть. И эту победу я посвятил дочке. И вчера было два года. Спасибо всем.